Давайте теперь обсудим какой-нибудь реальный пример, рассмотрим какие-нибудь недавно состоявшиеся выборы. Например, 15 июня 2014 года в Колумбии прошли президентские выборы. И во второй тур вышли Оскар Сулуага, который набрал 29 с небольшим процентов голосов в первом туре, и Хуан Мануэль Сантос, который набрал около 25 процентов в первом туре. На этих выборах основным вопросом стал вопрос о перемирии с повстанческой группировкой ФАРК, которая долгое время вела в Колумбии боевые действия. И вот конец в 2014 году с ней начали вести мирные переговоры. Все политическое пространство по отношению к этому вопросу можно представить в виде отрезочка 0.1. И чем левее точка на этом отрезке, тем мы более склонны к ведению мирных переговоров. Например, радикальная точка 0 означает, что нужно начинать мирные переговоры любой ценой. А точка 1 означает, что нужно немедленно прекратить переговоры и начать активные военные действия против ФАРК. По данным социологических опросов, большинство избирателей поддерживало продолжение мирных переговоров. Так, в мае доля этих избирателей составляла 64%, в июне 72%. Это означает, что медианный избиратель занимает позицию где-то ближе к началу отрезка. Более точного распределения мы, к сожалению, по этим статистическим данным сказать не можем. Какие позиции занимают кандидаты на наших выборах? Позиция Сантоса состояла в том, что нужно вести мирные переговоры с ФАРК. Он был одним из активных сторонников этого процесса. Он ради заключения этого мира был готов пойти на значительные уступки, в том числе разрешить членам ФАРК занимать места в Конгрессе Колумбии. Его конкурент Прасулуага, наоборот, считал, что нужно вести активные боевые действия против ФАРК и критиковал всех, кто выступал за проведение мирных переговоров с ними. Отметим позицию кандидатов на прямой, на нашем политическом спектре. Позицию Сантоса можно условно разместить где-то слева, между позицией 0 и между медианным избирателем. Позиция Сулуаги, наоборот, находится ближе к правому концу отрезка. Он грозился в первый же день прихода к власти остановить мирные переговоры и выступить за силовое решение конфликта. Вот на ваших экранах условно представлены позиции кандидатов на этих выборах. Теперь, что происходит под действием даунцианской силы? В виде распределения избирателей вдоль политического спектра перед выборами, позиция Сулуаги начинает меняться. Он публично объявляет, что не будет останавливать мирные переговоры, если придет к власти. Он говорит, что ФАРК должна будет прекратить боевые действия, что никакой преступной деятельности ФАРК больше вести не должна, и что в течение месяца они должны остановить ее, и после этого возможно заключение мирного соглашения. Такое изменение позиции Сулуаги перед вторым туром – это не что иное, как влияние даунцианской силы. Он, понимая, что медианный избиратель находится ближе к Сантосу, чем к нему, решает сделать все, чтобы добиться победы. Ну, в крайнем случае, потом свою позицию можно будет легко пересмотреть, главное – выиграть выборы. Естественно, такое изменение позиции не осталось незамеченным соперником Сулуаги. Сантос назвал это политиканством. Ну, а, собственно, что такого? Политика в этом и заключается. Он сказал, что теперь оказывается, что они друзья мира и запродолжающиеся переговоры, хотя и выдвигают такие условия, которые невозможно выполнить. Итак, Сулуага стал перед выборами смещать свою позицию ближе к медианному избирателю, ну, а Сантос, естественно, решил сакцентировать на этом свое внимание и показать избирателям, что соперник играет стратегически. Условно, на нашей прямой можно изобразить смещение позиции Сулуаги в сторону медианного избирателя следующим образом. Мы видим, что в результате этого Сулуага должен был бы получить больше голосов, чем он получал сейчас, занимая радикальную позицию. Однако, такое изменение позиции оказалось недостаточно для победы. Президентом Колумбии был переизбран Сантос, он набрал чуть больше 50% голосов. Сулуага набрал около 45%. Такое изменение позиции, значит, было недостаточно радикальным. Нужно было менять свою позицию, сдвигаться к медианному избирателю еще сильнее. Может возникнуть вопрос, а как же тогда в первом туре Сулуага смог набрать голосов больше, чем Сантос? Ну, ничего удивительного, никакого противоречия в этом нету. Дело в том, что если бы мы анализировали первый тур, то тогда мы бы должны были расположить на этой прямой и всех остальных кандидатов, которые выступали в первом туре. А они на этих выборах играли существенную роль. Несколько кандидатов набрали в районе 15% голосов. И это означает, что их позиции на этом политическом спектре существенно влияли и на распределение голосов между Сантосом и Сулуагой. Поэтому анализировать первый тур, отбрасывая всех остальных кандидатов, нельзя. Мы должны анализировать первый тур, размещая и всех остальных кандидатов на этом политическом спектре. Таким образом, эта модель позволила нам примерно объяснить, а что же произошло на выборах президента Колумбии. Точно так же можно провести анализ любой предвыборной кампании. Модель Даунса это очень хороший, мощный инструмент, который позволяет проанализировать политическую конкуренцию во время предвыборной кампании.